всем привет дорогие друзья всех приветствую на своем канале всем привет из канады я живу в канаде очень люблю шоппинг очень люблю украшения одежду на моем канале есть обзоры магазинов обзоры украшений в общем очень много всего интересного и того что мы девочки очень любим а сегодня у нас обзор украшений и перед вами те сокровища которые я сегодня нашла и давайте будем их рассматривать по очереди ну что ж дорогие друзья давайте начнем рассматривать наши сегодняшние находки и сокровища и начнем вот с такой вот маленькой брошечки но она очень симпатичная стоила она мне 4 до 100 9 5 долларов сейчас я ее сниму этикетки она малюсенькая но вы знаете в этих маленьких брошках есть очень какая-то какая-то такая какая-то такая прелесть они как будто бы немножко такие детские немножко игрушечные но при этом вот сделано прекрасно маркировочек на ней нету никаких давайте я хорошо посмотрю потому как бывает что нахожу во время съемки нет маркировок нету и незамысловатый сюжет две ягоды какие-то на веточке это вишни или это яблоки в общем нет яблоки так не висят в общем не важно какие-то вот ну скажем ягоды да или какие-то фрукты и симпатичная веточка мелкие мелкие аврора бреалис к камушки кристаллики которые прекрасно переливаются выглядит она как винтажная я не знаю какого она возраста но безусловно она имеет какой-то возраст очень хорошо сделано очень качественная тяжелая такая знаете вот малюсенькая но при этом очень симпатичная замечательная милая брошечка для лета мне кажется вот этот фруктовый как бы дизайн он как-то ассоциируется с летними какими-то украшениями вот вот такая вот симпатичная у нас малютка первый образ 2 брошь у нас брошь цветок стоила на 6 долларов тоже маркировок нету но похоже что брошь винтажная по нескольким параметрам во первых во первых во первых длинная игла эти длинная игла которая выступает за замок это обычно как правило винтажные вещи тоже тяжелая хорошего качества красивая брошь маршировка с обратной стороны маркировок никаких я не нашла а выглядит она вот таким вот образом просто вот довольно банальный сюжет но в принципе сделана она очень красиво сюжет действительно очень часто встречающийся часто используем винтажных и не только брошь это цветок в центре цветка жемчужинка или какой-то камушек обычно бывает вот в данном случае жемчужинка и лепестки один как будто длинный лепесток и вот такая вот ножка цветка но посмотрите как красиво и посмотрите как качественно сделаны вот эти вот листья посмотрите какие не просто она не плоская она не не такая необычная брошена видите здесь есть несколько слоев сам цветок вот это вот пестик точинка не знаю и жемчужина очень очень качественно очень хорошо сделаны и листья все изогнуты видите все в разных направлениях это действительно очень красиво замечательно красиво и очень красивый металл брашировка металла с обеих сторон и снаружи броши и с обратной стороны и с лицевой ну в общем красивая элегантная красивая брошь тоже летняя потому что цветочек и очень тоже мне нравится мне кажется что ее можно прекрасно носить во все летние наряды следующее украшение это такой браслет серебряный незамысловатый ну не серебряная серебряного тона стоило мне 5 долларов 499 я люблю такие знаете тонкие браслеты именно потому что они не очень сильно мешают когда они на руке интересно сделан видите он такой раскрытый и у него два по моему это камушки мне кажется что это камни думаю что камни не похожи на пластик немножко не очень аккуратно приклеены видим видим клей я не думаю что это винтажный браслет скорее даже наоборот никаких обозначений никаких маркировок мне просто вот понравился он своей лаконичностью и какой-то такой легкостью какой-то ненавязчивостью в общем красивый синий цвет вот эти вот камушки очень как бы много к чему его можно носить с одной стороны с другой стороны он не очень массивный и не очень такой тяжелый знаете не очень обязывающий плюс ко всему его можно в принципе довольно легко снимать и надевать просто вот так вот в браслетах очень трудно иногда бывают застежки как которые очень трудно расстегивать и нужно нужна помощница или помощник потому что один человек не может его расстегнуть его снять поэтому вот такие вот браслеты которые легко надеваются легко снимаются в принципе вот такие вот открытый он не потеряется я не думаю что он может упасть руки в принципе как бы довольно так приложить усилие чтобы снять но усилие не в том смысле что трудно застегнуть а в том смысле что он как бы такой плотный небольшой вот это отверстие на опять же не на каждую руку меня очень такие вот тонкие руки ну в смысле не широкое запястье это же запястье называется да не помню ну короче по юди фирамбы маленькому простенькому браслетику но я вообще по юди фирамбы всем своими украшениями если вы заметили брошь брошь то 40 винтри стоило дорого 10 долларов долго думала брать не брать брать не брать но потом решила что все таки брошь подписанная брошь очень эффектная красивая известная брошь это довольно известный дизайн я встречала такие броши на просторах интернета вот здесь маркировка 40 наверное вам плохо видно но поверьте брошь элегантная красивая очень интересная интересного дизайна в принципе она сделана довольно лаконично ничего такого в ней нету никаких кристаллов никаких ярких босин жемчужин ничего такого но элегантная элегантная брошь красивый такой металл разной брашировки здесь видите гладкая а здесь брашированная брашированная поверхность причем она так как браширована что принципе на свету переливается как будто бы здесь маленькие маленькие стразики или маленькие кристаллики на самом деле нет на самом деле это просто вот такая вот брошировка металла с обратной стороны она гладкая хороший замок крепкий все работает ничего не поломано мне нравится знаете иногда нужно вот что такое без камней без кристаллов элегантное спокойное такое серебряного в серебряном тоне каким-то украшением подобрать и вот она абсолютно подойдет очень-очень много ко всему я вообще хочу сказать что я человек я сорока я люблю блестящие камушки стразы и разноцветные стеклышки все вот это вот но по большому счету нашу чаще я вот именно вот такие вот броши которые именно не обязывают ни к чему они как правило без камней как правило без каких-то цветных кристаллов просто обычного металлического тона желтого или белого который подходит к серебряным и золотым украшением и вот такие вот вещи наиболее носибельны как это не не странно при том что я сама в принципе очень люблю цветное красивое яркое ну и теперь мы будем рассматривать много колье которые всякие и разные некоторые с маркировкой некоторые без я их нашла в одном и том же секунде прямо вот в одном и том же месте они в один тот же день они все висели на крючках мне кажется что появились они в магазине видимо их сдал один тот же человек почему-то мне так кажется потому что несколько наборов два набора и два колье отдельных и одни клипсы которые я очень искала я была уверена что где-то должно быть колье к ним потому что вот так вообще что кто-то один сдал вот вещи своими нам свои наборами но не нашла я думаю что кто-то его купил уже до меня так вот это колье стоило 8 долларов и оно было без оно было без без пары то есть без клипса без браслета но я прям представляю себе какие должны быть клипсы к нему или какой должен быть браслет маркировки нет но я думаю что она винтажная так вот она выглядит и по дизайну и потому как она сделана видите обратная сторона вот так вот сделано как делаются как делались винтажные украшения но маркировки я не нашла нигде интересная такая витая цепочка на конце шарик ничего нету на конце и с другой стороны на конце крючок тоже без маркировки такое знаете классическое колье интересный цвет у него она и не ярко-желтое золото и не серебро а в общем такое бледное лимонное золото и красивого цвета вот эти жемчужинки и очень красивые листики посмотрите какие они тоже брошированные листики и как будто бы на свету как будто бы они в них играют кристаллы на самом деле кристаллов нету элегантное колье классическое явно такое знаете дизайна 50-х 60-х годов красивая симпатичная по моему очень даже достойная следующая колье очень дорого они его оценили я не знаю почему маркировок на нем нету на мой взгляд она тоже винтажная аж 13 долларов я за него заплатила но пройти не могла почему-то она мне страшно понравилось так понравилось сильно что я решила все-таки его купить несмотря на все-таки вот какую-то завышенную цену безумно завышенную конечно цену хотя она производит впечатление колье очень качественного и дорогого и не нового потому что вот кое-где есть какой-то сход сход покрытия сход покрытия металла маркировки здесь нет искала девочки очень похоже такое впечатление что ну вот должна быть маркировка потому что колье бесподобное такой красивый дизайн такой необычный дизайн значит застежечка вот такая видите она здесь как будто бы с насечкой такой есть на обратной стороне нету никаких маркировок и опять же по по картинке я не нашла поиск задала и тоже не нашла видите нигде нету никаких маркировок но выглядит она очень интересно потому что вот эти вот черные черные вставки мне кажется что-то какой-то камень слышите звучит и выглядит как будто бы это какой-то камень и они такие разнообразные мне кажется что они даже как-то вот эти звенья все у меня такое ощущение что они не не очень повторяются но за счет того видимо что камушки натуральные и поэтому каждый камушек имеет свою свою другую форму в общем она очень интересная потому что видите вот здесь еще таки белые кристаллы и звенья эти маленькие они сцеплены значит здесь звено с двумя кристалликами следующее звено с черным вот этим вот камушком потом снова кристаллики потом снова камушек очень интересное колье необычные необычной формы вот эти звенья и необычные вот это вот металлическое звено как бы сделан дизайн и сделано но такие знаете как будто бы паутинка или кружево или веточки как это в общем в общем колье очень красивое необычное я не знаю кто его производитель и откуда оно взялось но возможно даже из индии знаете у нас очень много индийских украшений из индии потому что у нас много приезжих из индии поэтому они часто свое тоже что-то сдают в секонд-хенд но есть прям такие явные национальные индийские украшения которые я уже различаю понимаю что это из индия вот это нет одно не такое не явное хотя вот что-то такое может быть мне напоминает но неважно она очень красивая я еще то что я не нашла ничего по картинке ничего похожего тоже говорит о том что может быть его откуда-то привезли не знаю не знаю вот обратная сторона вот такая это литые литые куски вот эти вот наверное но они очень она такая тяжелая знаете вот весомое хорошее такое прямо вот впечатление чего-то качественного и очень недешевого так она и стоила видимо продавцы в магазине тоже решили что это что-то ценное ну и теперь давайте начнем с колье вернее сетов которых у меня здесь два и и один сет вернись это только клипсы которые я в принципе искала искала к нему ожерелье но не нашла может быть я на ebay поищу мне почему-то вот захотелось иметь полностью этот сет отдельно стоили 6 долларов стоили стоило колье и 4 и 5 долларов стоило стоили клипсы потому что они видите очень хитро и умно продает их продает их отдельно не одним набором а отдельно таким образом я думаю что они зарабатывают деньги на этом больше денег потому что они могут за каждую отдельную вещь попросить денег больше чем например за набор то есть это получается 5 и 6 11 долларов она мне стоила но я считаю что для колье такого тем более что я нашла его в интернете что долларов за 70 вот именно с этом таким продается ой сейчас девочки отключу значит и такая это бренд кора я думаю что вы знаете вот здесь есть маркировка очень плохо видно и это кора что-то нету все запуталась это термосетный термосетное колье которое где-то я по-моему видела в интернете как-то называется зубы какие-то розовые зубы или что я не помню сейчас и клипсы в комплект и на клипсах есть маркировка кора тоже на одной клипсе я уже не первый раз это замечаю и удивляюсь почему кора маркировала свои клипсы и дело ставила маркировку только на одной клипсе ну по идее в принципе они все равно продаются в паре поэтому вот так очень много клея с обратной стороны засохшего желтого кора вообще этим грешит и страдает но тем не менее я хочу сказать что очень красивый розовый вот этот термосет и очень красивое колье опять же я то что находила написано что колье из шестидесятых годов конца шестидесятых ну и в общем то это видно и продавался в одном магазине но у нас знаете такие в магазине большие такие вот стенды и с крючками и на них висят вот эти вот украшения все это висело в разных сторонах в разных углах там есть несколько этих стендов один висел колье висел на одном стенде клипсы на другом я сначала нашла колье потом увидела клипсы и подумала ничего себе вот это да вот так вот набор они не делают его набором не продают набором а продает вот так вот по отдельности значит цепочка шарик и крючок на крючке маркировки нету ну видите вот вещи тогда шестидесятых маркировались очень по-разному иногда маркировка была прямо на на коробочке просто было написано или какая-то бумажная этикетка на которой они висели и была маркировка поэтому вот на самом изделии маркировки нету в общем бусы прикольные такие знаете интересные такие красивые тоже монглоу это называется то есть лунное свечение вот эти вот термосетовые вставки все на месте все все как бы целенькая вот такой вот колье и замечательные прекрасные красивые клипсы в тон такого же точно видите дизайна очень похожего и очень похожего цвета собственно это сет я думаю что это набор поэтому они вместе идут потом нашла за 7 долларов вот скажите мне почему они вот эти клипсы оценили в 5 долларов а вот эти клипсы в 7 причем они без маркировки я думаю что маркировка была на колье я уверена что это тоже был сет тоже в том же самом магазине продавалась в один и тот же день я повторяю что наверное наверное одна одного хозяина вот такие тоже термосет термосетовые клипсы бесподобно такого серо-голубого прекрасного необычного красивого цвета как я искала колье я была уверена что должно быть колье точно так же как я нашла сначала колье а потом случайно глазами глаза мои упали на эти клипсы то есть также я найдя эти клипсы очень долго лазила по всем этим стендам и искала колье которое я уверена было но видимо или кто-то купил или где-то она завалилась и очень часто у нас еще эти вещи при разборе попадают в разные как бы в разные дни их вывешивают то есть их перебирают разбирают и вот эти клипсы попались под руку они повесили на этикетку и повесили в зал коллег где-нибудь завалилась может быть она через неделю появится в зале в общем я несколько дней ездила туда в этот же самый магазин подряд пыталась словить это колье но не нашла почему я так старалась потому что я очень люблю с этой я считаю что особенно ценные винтажных украшениях именно наборы с этой броши а может быть не колье может быть брошь была такая в общем я не знаю маркировок нету никаких хотя изделие явно винтажная тоже много клея похоже на кора но нету маркировок может быть маркировка была на броши или маркировка была на колье вот такие вот красивые клипсы попались мне в один день в одном и том же магазине все это вместе я нашла в одном в одном месте и следующий набор прекрасное колье и клипсы как всегда загадка как всегда я затрудняюсь в идентификации но явно здесь имеется ввиду что здесь есть какой-то какая-то загадочная маркировка жду девочки ваших ваших объяснений давайте я все это подвину то у нас нету места для показа колье и клипсы в том же самом магазине в тот же самый день тоже были развешаны по разным по разным стендам тоже с удивлением я обнаружила сначала колье очень она мне понравилась очень необычная такое знаете может быть обычной формы но необычной необычный вот вот это вот нанесение необычное покрытие знаете вот такие листики часто встречаются в этих винтажных колье но я никогда не видела вот такого вот интересного покрытия черные белые я даже не знаю это не даже и не эмаль я не знаю что это и рядышком вернее не совсем рядышком довольно далеко друг друг от друга от них висели эти клипсы кстати у них застежка такая же как и вот в тех голубых термосетных но с маркировками все очень странно значит так они стоили клипсы стоили семь вот эти вообще оценили очень дорого а колье стоило семь тоже 14 долларов это стоило мне этот набор но я уверена что он того стоит так что начнем рассматривать клипсы или колье давайте порассматриваем клипсы видите застежка у них очень похоже на застежку в этих клипсах хотя похоже да но не совсем нет не совсем по поводу маркировок видите я нашла здесь два кружочка я думаю что знатоки мои мне расскажут что это такое два кружочка на клипсах я не знаю что это означает видимо какая-то маркировка которую делалось какое-то время какая-то компания тоже видите они сделаны из так что то же самое покрытие которое я затрудняюсь определить и понять что это такое это очень красиво и очень необычно о соседи начали косить траву я надеюсь вы слышите ох лето лето да я надеюсь что вы не очень сильно слышите я надеюсь что вы слышите меньше чем слышу это я потому что я слышу очень хорошо так теперь на колье вот такое на конце вот такая вот шишечка конус такой цепь цепочка обычная и здесь крючок на котором нету никаких маркировок но на обратной стороне каждого листа есть три кружочка такие же как на клипсе 2 а на листиках 3 я не знаю как вы видите вот здесь вот здесь я надеюсь что вам видно три таких же кружочка как есть на клипсе 2 на колье на колье каждое каждое абсолютно звено имеет вот таких вот три кружочка я думаю что конечно это что-то означает я не думаю что это просто так тем более что колье необыкновенное вот действительно необыкновенное просто оригинальное необычное кричит о том что это винтаж по всем признакам и параметрам и очень я думаю что это что-то редкое если честно девочки я надеюсь может я ошибаюсь конечно но мне кажется что это что-то уникальное тем более я ничегошечки не смогла найти про него нигде не по фотографии ни по описанию ни эту маркировку ни по картинке в общем ничего не смогла найти вот такое вот необычное прекрасное колье ну вот дорогие друзья такие сегодня у нас были украшения такие у меня сегодня были находки я надеюсь что вам понравилось надеюсь что вам было интересно и жду ваших комментариев и ваших разъяснений я уверена что вы мне объясните и расскажете что к чему вот с теми колье которые я не очень поняла что это и клипсы у меня есть такие вот это колье необычное и вот это колье набор вернее супер необычные супер интересные и я думаю что вы все мне расскажете и все мне объясните а с вами была Дита из Канады люблю целую увидимся в следующем видео примерок обзоров магазинов обзоров украшений всего что мы девочки так любим пока бай